МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации и телерадио-компании Гомелю, студии и працуе Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуском. Разом за частенью и парадок, больше за 300 тысяч жихарору региона сегодня приняли удел у субботнику и республиканской акции «Чистый лес». Деловая встреча, обмен опытом и подписание погоднений об супрацовнести завершился 5-й международный форум «Бизнес-дни у Гомелли». Культура у сходних краин. У Гомелли открылась выстава выработок декоративно-прикладного мастерства Китая и Японии. А зараз об этом и иншим больше подробно. Республиканская акция «Чистый лес» сегодня проходила по всей краине. Доброохотники озброялись приладами для посадки молодых древ и мешками для сбора сметки и отправились в лес. Все попрацовали на славу, сумещающие корыстную справу с отпочинком на свежем поветре. До дела доучились и наши корреспонденты. Увага широкой громадской сегодня притягнута до леса. Традиционная, что годовая акция проводится двойчий на год. Колькость доброохотников, ожидающих посадить молодое древо ободопомогчиво уборцы лесов от сметки, с кожной акцией становится больше. Ежегодно акция прибавляет и прибавляет. То есть количество людей, желающих, постоянно возрастает. По количеству людей, то порядка плюс 10% количества участников на сегодняшний день больше. До удела акций долучилось и керавництво в области. Торшиня облаканкам Геннадий Соловей ранец и наведал лесный питомник Гомельска-Холесгаса. Керавник областного леса господарской службы Юрий Липский показал технику, какую сопрацовники выкористовывают у своей працы. Расправил про особливость и деянности установы и про то, как выросшиваются сеянцы. Востребованы, да, и население. Ну, сначала черенкуем, в теплицах высаживаем маленькие, потом они подрастают, потом уже сюда, на поля доращивания, они уже будут подрастать. Ну, конечно же, хочется, чтобы у нас было от такой-то уют до такой, но пока мы еще растем. После наведывания питомника у дельники акции накировались на дельянку львецки Цыкуны. Ранее на этой пляцовце так само был лес, але его пришлось высекти после нашестия жука-караеда. Подчас акции обновили зеленые насаджения на территории о малю полтора гектара. Постоянную прописку тут отримали 7,5 тысяч сеянцев сосны и борозы. Сегодня в области вышло более 300 тысяч жителей наших троек активно ведут работу для того, чтобы навести парадок, убрать за тем, кто ссорит, кто мусорит и садят деревья. За одну неделю мы только посадили 35,6 тысяч десятых деревьев. Это более 70% в городах и в населенных пунктах это 30%. Эта работа продолжается и будет активно вести для того, чтобы отделить наши территории, для того, чтобы дать им уют и чтобы наши дети чувствовали себя комфортно. Потому что в связи с той ситуацией, которая сложилась в Гомельской области с Караедом, мы должны сегодня массово вести посадку деревьев в лесу, везде, там, где есть свободные места. То, что нас сегодня нацеливает и президент, и правительство. Клопот про головный природный ресурс региона не обмяжуется одним днем. Работы по посадке молодого лесу и добропарадкова не протягнутся. Кабу нести свою лепту агульную справу можно почать с навязненью парадку на прилеглой до населенных пунктов территории лесных массивов. Чекают у лесгасах и помощников у леса одновленни. Далучиться до посадки лесу может каждый. Для этого нужно вернуться в лесничество, где специалисты выдают вам посадочный материал и инструменты. Сегодня же в городах и в лесках региона пройшли субботники. Они в черговый раз объединяли намагание уладов, населенство и молодцы по добропарадкованию и навязнению парадку на малой родзиме. В регионе до этой корыстной справы долучилось больше как 300 тысяч человек. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Пошук деловых партнеров и установление гандлево-экономичных контактов в областном центре пройшел пятый международный форум «Бизнес-дни у Гомели», который собрал представников деловой супольности из 19 стран. На им побывала наш корреспондент Ганна Корольчук. С начала этого года в Гомельской области зарегистрировано больше за 100 предприемств за межным капиталом. Створение сприятных умов для инвесторов важны на промок региональной политики. Презентовать нашу территорию для гостей допомогают «Бизнес-дни у Гомели». Минулые четыре форумы уже приносят свои выники. Так, например, товарозворот Гомельщины с Казахстаном с початку этого года вырос на 7% и перевысил 70 миллионов долларов. Сябровский относенный наладженный с Китаем. В городе Харбин працует совместное предприемство «Гомсельмаша». А на Гомельском мотороремонтном заводе разом с китайскими коллегами реализуется инвестиционный проект по выпуску мототехники и малолитражных руховиков. Стабильно развиваются относенные регионы из Италии. С початку этого года в экономику Гомельщины притягнуто больше за 7 миллионов долларов промых итальянских инвестиций. Цекаются нашим регионам и бизнесмены за океаном. «Я изучаю здесь возможности для инвестирования не только для себя, но и для моих коллег из Австралии. Нам Гомель известен по сфере IT, здесь много профессионалов. Я считаю, что IT – это будущее Беларуси. Если вложить в это правильно деньги сейчас, то в будущем это может принести неограниченный доход. Вся прелесть Беларуси для инвесторов в том, что здесь не только очень выгодно создавать приложения и программы, но у вас еще и очень талантливые разработчики». Бизнес-дни предуглечивают три сессии. На первой отделнике разглядали выкрыстание инновационных технологий и сучасных подоходов промысловости, сельскох господарцев и будовництве. Тема другой сессии – роль межпалатного супрацовництва в взаимодействии бизнес-союзах и ассоциаций. Предпринимальники обмерковывали способы пошуку новых рынков и притягивания инвестиций. Прогноз, новая технология и эффективное решение развития международной логистики были у центра уваги третьей сессии. Нас радует именно то, что, я думаю, процентов 40 тех, кто присутствует сегодня – это наши постоянные участники, наши постоянные партнеры. И нам важно, что они могут озвучить свой опыт, свои проблемные вопросы, свои предложения для Гомельской области. А кроме того, подчас форуму проходит республиканская универсальная выстава «Бизнес у регионах». Экспозицию областным громадскокультурным центром демонструет продукцию предприемства и организации Гомельской области для замежных гостей. Так само в программе «Бизнес Дзен» серая семинаров практикумов для керовников предприемства, маркетинговых службов и Росконсультов, которые организуют Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты. Гана Корольчук и Гарма Рыщенко телерадио компания «Гомель». Гомельская область и Республика Молдова планует реализовать суместные проекты у сельской господарцы. Старшиня гомельского обловыконка Магинац Соловей обмерковал их с надзвычайным и полномоцным послом Молдовы в Белоруссии Виктором Сарачаном подчас проведения бизнес-дзен у Гомеле. Зараз у Молдову свои товары поставляют больше за 110 предприемств у Гомельщины. Основные позиции экспорту листовое шкло, сборжа-уборочные комбайны, молочные пасты и консервы, дрот, тросы, кабели, бульбу и пиломатериалы. За 6 месяцев этого года в экономику региона поступило больше за 184 тысячи долларов инвестиций из Молдовы. Среди будущих проектов дипломат пропонувал вытворчивать харчовых экологичных продуктов, например, грецких орехов. По их поставкам Молдова является одним из основных гандльовых партнеров Евросоюза. Кроме того, разговор шла про вытворчивать население кукурузы, вырошивание сборжевых и винограду, вытворчивать винных материалов и коньячных спиртов. Перспективность проектов подкреслю и старшиня Гомельского облаканкама. По воду для его слов, первые гектары виноградников закладут у Гомельской в области в наступном годе. Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представников национального схода Беларуси сьомого скликания. У Гомельскую областную комиссию по выборах поступило 84 заявы на регистрацию. 9 потенциальных кандидатов отримали отмовы. Таким чином боротьбу за депутатские мандаты протягивают 75 человек. 5 человек было отказано в результате проверки подписей, которые были собраны. Были нарушения определенные два кандидата были существенные недостатки и значения в декларациях. Один кандидат был отказан одному кандидату в связи с тем, что было собрано подписи меньше, чем определено законодательством. И один кандидат неполный пакет документов предоставлен в окружную комиссию. По колькости вылученных кандидатов у лидерах политичные партии. Зараз этап агитации. С 12 по 16 листопада будет проходить до терминовое голосование. Основный день нагадаем 17 листопада. У понеделок 21-го кастричника глядите на телеканале Беларусь-3 перед выборные выступления кандидатов у депутата Палаты представников национального схода Республики Беларусь с 7-го скликания. С 19-го до 19-20 у эфиры выступления кандидатов по Гомельской юбилейной окрузе номер 31. С 19-20 до 19-40 до выборщиков звернутся кандидаты по Гомельской сельмашевской окрузе номер 32. Нагадаем выступление выйдет у эфир на телеканале Беларусь-3. Комфортные умовы для працы у Радшоу и оздоровление пациентов. У отделения денного знаходжения и медицинской реабилитации Мазырской городской поликлиники номер 2 завершился ремонт. А занять новые умовы отправилась с дымочной группой телеканала Мазыр. У отделения денного знаходжения и медицинской реабилитации Мазырской городской поликлиники номер 2 завершился ремонт. Сегодня тут чисто и утульно. За три месяца будуникам удалось поменять обличие помешкания перших поверх На ремонт было выдатковано свыше 83 тысяч рублев. Адрамотованы палаты, кабинеты для отшипной физкультуры, рефлексотерапии. Особно выделена палата для ветеранов Великой Айчиной. Частково удалось вырешить проблему створения безбарьерных умов для пациентов с обмежованными махчимостями. Хочу от себя лично и коллег выразить искренние слова признательности и благодарности Гомельскому областному исполнительному комитету, Мозырскому районному исполнительному комитету за выделение финансовых средств на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Мозырского района. Медико-демографические показатели Мозырского района одни из лучших в Гомельской области и в этом в основном заслуга первичного звена. Свидетельство тому, то внимание, которое оказывает исполнительная власть здравоохранению Мозырского района. Рамонт во установах Аховы здоровья района процесс практически беспропынный. У гэтым ходе заменены оконные блоки у городской больницы онкологичным и психонеурологичным диспансерах станции худкой медицинской допомоги центральной городской поликлинице. У больницы пачаты работы по замене тепловузлов. Распрацавана проектная документация для замены двух лифтов. Рамонт нужно будет сделать в одном из отделений психонеурологичного диспансера. У городской детской больницы проводятся рамонтные работы по замене теплотрассы. Для супрацавников отделения джонных и реабилитации поликлиники номер 2 и вядома для пациентов все незручности связанные с рамонтом застались в минусе. Лидия Поттер, Вячеслав Пересыпкин, Вячеслав Прыписнов, телеканал Мазыр специально для телерадио компании Гомель. У Гомеля подвели выники третьего працовного семестра. Подчас мероприемства ушановали лепшие студентские отрады и процедавцев, которые доверили молодые отказные задачи. Наши корреспонденты познайомились с удельниками и организаторами. Все лето городской организации БРСМ просовывает Кавана больше тысячи человек. Это маль вдвоя больше, чем лета. В этом году ребята работали не только в городе Гомеле, а также и за рубежом. Это Всероссийский детский центр Орленок, а также сельскохозяйственно закрытое акционерное общество Сергиевское, в котором трудились ребята из колледжа филиала Белгут. Молодые люди працавали и на знаковых для города и краины объектах. Наприклад, будовали мост на автодорозе М8 Е95 прозраку СОЖ. Удельничали об удауннистве жилого дома по улице Федюнинского. Работали мы в строительном тресе номер 14, работали на объектах. Объект был на улице Федюнинского с постройкой жилых домов. Поначалу было тяжело, первую неделю было тяжело, думал там все, с ног валился домой, приходил сразу спать после работы. Потом, после недели я адаптировался и остался доволен. На интерактивной выставе, просвеченной лепшим студентским отрядом, знайшлось месса и фото с дымком, и дождь с гонору. А про шагетага кожны жадаючи мем махчымысь забить цвік у знак закрыття прасовного семестра. Рызыночка выставы демонстрация новинок, якими корыстаються студенты подчас летней прасы. Это у нас электронная рулетка, она используется зачастую сейчас в строительстве и упрощает работу непосредственно для самих строителей. То есть, если вы помните, раньше была такая длинная, которая с одной стороны становится один человек и другой тянется, чтобы измерить площадь, то на данный момент затрату по времени. Протягнулося мероприемство святочным концертом, где выступили творшие коллективы Гомеля. Подчас его ушановали лепшие отрады и худельников, и процедавцев. Вероника Гамзюкова, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадокомпания Гомель. Международный лидер у сферы аудиту, податка обкладания и сопроводжения сделок пропануя молодзи працонные месяцы. Специалисты компании сострелись со студентами экономичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны, каб рассказать им про махчимасті и необходные потребования. Компания ИУАЙ працую в Беларусі амаль 20 годов и ее коллектив наличвая больше за 500 человек. Селета яна подписала погадненні об взаимодзенні с Гомельской ВНУ по подрыхтовцам кадров до 2026 года. Что год компания будзе працеулатковать от 5 до 10 студентов у тым леку и наученцам новых специальностей бизнес-администраванне и экономичная информатика. Зараз у леку молодых специалистов у компании працують некальки выпускников экономичного факультета. Студентам старейших курсов пропанують стажировки и летнюю бизнес-школу. Патрабаванне до супрацовника у компании высокие, а кроме экономичных дисциплин требовало дать замежной мовы и умением выращать задачи на логику. Нет какого-то четкого разделения по специальностям. Нас интересует и бухгалтерский учет, и менеджмент, и экономика управления на предприятии. В целом, мы даем предпочтение студентам мотивированным. Если есть мотивация, если есть желание построить карьеру, профессиональную карьеру, то тогда нам с ребятами по пути. Первое, на что мы обращаем внимание, это, безусловно, английский язык. Без английского языка в нашей компании, к сожалению, будет сложновато, поэтому средний уровень как минимум должен быть для того, чтобы человеку было комфортно начинать свою карьеру у нас. Второе, на что мы обращаем внимание, это аналитические навыки. С каждым претендентом на дальнейшее працеулаткование специалисты компании проведут тестирование и гутерку, а у студентов молодших курсов есть час на поглубленное выучение необходимых предметов. Гомель запрашает линовитых спеваков, танцоров, музыкантов, мастаков и артистов до удалу у первым международным фестивалем астатствов Гомельфест и он пройдет у областном центре с 14 по 16 листопада. Конкурсная частка включает пять номинаций вокальная, хореографичная, инструментальная, театральная и выявленная творчество. У каждой из них предугледжены разные жанры от классики до сучасности и экспериментальных направлений. Переможца вызначать у каждой номинации по каждой взрослой категории, которые начинаются от трех годов. Фестиваль так само является одним из видов отбора по хореографии на наступный Славянский базар. Новый накерунок творческого споборничества в Витебске укоранили с этого года. По удаленному гомельфесту запросили творческих людей из всех регионов Беларуси из инших краин. Организаторы обещают створить для усех комфортные умовы и подрыхтовать цикавую экскурсийную программу. Пляцовками фестивалю станут городский центр культуры и детячая музычная школа мастатства в номер один имя Чайковского в охот Вольный. Мы бы хотели, чтобы судили наших конкурсантов жюри объемное из всей страны. Уже дали согласие члены жюри из города Могилев, из города Минск. Общаемся с брещанами, заслуженными деятелями культуры из Бреста. Буквально на днях начали вести переговоры с жюри из Республики Молдова, Республики Польша, Российская Федерация. Ну, в общем, несмотря на то, что этот проект будет проходить впервые, география обещает быть интересной. А кроме с Поборницкой частки удельникам пропонуют разом расписать одну со стен ГЦК. Основой эскиза Мастачки Евгении Цыганковой станет логотип фестивалю. Подробная информация про фестиваль размещена на сайте фестиваля.бюай. Заявки на удел принимаются до 4-го листопада. У Гомельской областной библиотеки имя Ленина прошла встреча с Вольгой Громовой, российской письменницей, журналистом и библиотекарем, аутором романа для дятей «Цукровые дитя». На протягу 25-ти годов она працавала у библиотеках разного типу, анализовала и обогульняла в опыт своих коллег из России и краин СНД. Вольга – аутор работ по проблемах читания и организации деятельности школьных библиотек, а так само книги «Развитие информационной культуры дятей у школьных и дитячих библиотеках». Працавала главным редактором тематичного выдания «Библиотека у школе». в 2013 году после публикации о повести «Цукровые дитя» «Істория девчинки из минулого 100-го года», рассказанная Стелой Нудольской. Это реалистичная мастацкая книга про сталинские репрессии, написанная для подлетков. Ее феномен в оптимистичности на супер-трагичности темы. Твор перекладенный на 10 мов. Угомель Вольга Громова приехала у першиню, чтобы презентовать книгу читачам и отказать на вопрос коллег из библиотек в области. «Мы говорили о том, какой должна быть современная библиотека, чтобы в нее приходил читатель, чего ждет современный читатель от библиотеки. И это очень важная тема, и очень здорово, что библиотекарь и она волнует, потому что на самом деле прошло время дефицита информации, когда в библиотеку шли просто за книжками, потому что их больше негде взять. Да? А сейчас другие времена, и люди должны идти в библиотеку, в частности, за общением, которого очень не хватает, несмотря на все количество гаджетов и соцсетей». Выстава выработал декоративно-прикладного мастерства Китая и Японии 18-20-го ста годзев открылась у Музея истории Гомеля. В экспозиции «Фарфор эпохи XI цинь» рельефная ваза сацума с ярким росписям и по золотой, жанровый и портретный живопись, а так само роспись по шелку и розьба по кости и древу. Кожный из представленных экспонатов мае свою цікавую историю, а часом загадковую и незвычайную. Это не вся наша, далеко не вся наша коллекция. У нас есть на самом деле большое количество экспонатов, просто они еще, так скажем, не здесь. И у нас есть очень красивая мебель, тоже китайская, выполненная и разукрашенная натуральными камнями и ракушкой, и украшенная, как представленные экспонаты. Вот здесь украшение из ракушки. На протяжении лет 12, наверное, мы вот это все собирали. Семья Михеенковых на протягу многих годов старанно сбирала экспонаты у розных кутках свету, особливо у Франции, где Олена с мужем Дмитрием зараз живут. У их коллекции больше за 100 антикварных и винтажных особников. Побывать у дилным свете стародавних азиатских предметов у Музея истории города Гомеля можно до конца листопада. Под Гомелем пройшел областный этап чемпионата спортивного товарыства Динамо по стральбе стабельной сброи сирот правоохолных ведомствов. Мы это с поборництвов одобрать лепших на республиканский турнир. Пераможцев изначали у Речицком районе на стрельбе с войсковой части 12-42. У каждую команду выходили по два бойцы. Усеяны отыставанные супрацовники сборных команд правоохолных ведомствов. Пераможцев изначался по наибольшей колькости набранных очков. По выниках турниру первое место заняла команда областного управления департамента Аховы. Сребра у представников управления департамента выконания покаранья бронза у команды комитета державной безпеки. У особистым зареку Перамог Андрей Бобрык який представляет департамент Аховы. Артем Беражны и Миколай Баранов из управления департамента покаранья заняли другое и третье место отповедном. Гэты и іншые новины вы можете знайсти на нашем бай На гэтым выпуск завершен и дякую за увагу и до встречи у эфиры.